Знаковое событие для городской больницы Армавира началось молебно. Поводом для богослужения стала установка купола на часовню в честь Собора Святых Целителей Бессеребренников. К этому событию организаторы строительства шли два с половиной года. В декабре 2015-го был заложен первый камень будущего святого места на территории медицинского учреждения. В нашей городской многоприятной больнице я, конечно же, в первую очередь хочу поблагодарить нашего главу города Андрея Юрьевича Харченко за то, что мы дошли до этого большого этапа установки купола. Также, конечно же, без сомнения, я должен поблагодарить Владыку Игнатия, епископа Армавирского и Лобинского за огромную помощь, которую он нам оказывает. Несомненно, присутствующую здесь человека, которая помогла нам в установке купола, в подготовке, в оплате, это Карина Равьковна-Саркисова. Карина Равьковна, спасибо вам большое. Если бы не она, мы бы до этого этапа также не дошли. Часовня возводится за счет пожертвований. В поликлиниках и отделениях стационара можно найти специальные буксы для сбора средств. Один из них был установлен у креста, который во время молебна осветили водой. Армавирцы смогли к нему приложиться и внести свою лепту в строительство, а затем понаблюдать за историческим моментом. Сегодня храм обретет главу свою, а купол – это и есть глава храма. Сам храм – это образ мира земного. Глава же, которая будет водружена сегодня на него, – это образ мира небесного. И вот мы все можем видеть, что крест, в основании креста у нас луковка, и эта луковка напоминает нам пламя горящей свечи. Это пламя говорит нам о нашей молитве, о нашем сердце, возносимом к Богу, обращающемся ко кресту. На глазах у сотрудников больницы, пациентов и других будущих прихожан рабочие начали установку купола. Он выполнен из легкого, но прочного материала с золотым напылением из нитрида титана. Производители обещают, что оно прослужит не менее 50 лет. Венцом часовни стал православный крест. Его устанавливали отдельно. Рабочие находились на подъемнике прямо над куполом и направляли конструкцию в нужное место. Вскоре благое дело было успешно завершено. Теперь строители начали готовиться к отделочным работам внутренних помещений и фасада. Если пожертвований будет достаточно, то первую службу в новой часовни смогут провести в конце этого года. Инна Лепеткина, Артур Карджанян, Служба информации и телеканал РНТВ, Армавир.